Здравствуйте! В эфире первого городского телеканала службы новостей город. Меня зовут Мария Пушкарская. Я и мои коллеги расскажем вам о самых главных новостях этого дня. Смотрите в эфире. 20 тысяч психически больных людей в Калининградской области. Осенняя депрессия уже в городе. На побережье Бразилии нашли бутылку с посланием калининградских моряков. Звезды на помощь. Калининградка обратилась к своему кумиру за помощью в конкурсе. Эрмитаж приехал в Калининград. В калининградском автобусе кондуктор заставил школьника заплатить по полному тарифу, несмотря на наличие справки. В этом году осень не такая теплая, как в прошлом. Затяжные дожди, серое небо и холодные ветра. Все это нередко сказывается на настроении человека и настраивает на депрессию. Однако накатывающую хандру можно побороть. Но обо всем по порядку расскажет вам Елена Ясинская. Партнер рубрики «Темы дня» – торговый центр «Спутник». Депрессивное настроение в осенний период всегда было проблемой. Многие люди порой и вовсе ведут себя неадекватно, а из-за своих проблем идут на крайние меры. Так, 30 сентября женщина хотела сжечь себя в самом центре города. По словам очевидцев, довели ее долги и серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас она все также находится на лечении, а врачи отказываются комментировать ситуацию. Возможно, у нее наступило обострение такого заболевания, как клиническая депрессия. Сейчас об этом диагнозе говорят сплошь и рядом. Даже создают тесты, где вы можете определить свое психическое состояние. Например, шкала БЭКК, которая может определить, есть ли у вас первые признаки депрессии. Я решила лично пройти этот тест. Отсутствие депрессивных симптомов. Но, конечно, это все не серьезно и нужно всегда обращаться к специалисту. Понять, что ты болеешь депрессией, что это именно депрессия, очень сложно. Сниженное настроение, апатия, упадок сил, нарушенный сон. И что-то не так длится более чем одну-две недели, то следует сходить на консультацию. Звезды тоже болеют клинической депрессией. Недавно рэп-исполнитель ГУФ в интервью с Ксенией Собчак это в очередной раз подтвердил. Может быть, у меня подъезжает крещняк, но это происходит у всех психов по осени. Что у тебя реально есть какое-то психическое состояние? Ну, если я там 8 раз лежал, значит, наверное, есть что-то. Подобное состояние может провести людей к радикальным мерам. В 2019 году Россия вошла в тройку лидеров по самоубийствам. А в Калининградской области растет число жителей, страдающих психическими расстройствами. По словам главного психиатра региона Игоря Чернякова, общее количество людей с выявленными проблемами с психикой примерно 20 тысяч человек. Если вы понимаете, что у вас плохое настроение без причины, упадок сил, калининградский психолог даст вам несколько отдельных советов. Мне кажется, что очень хорошо помогают фантазии. Пофантазировать и подумать о том, как ты поедешь в отпуск, например, на зимних каникулах. Открыть свой летний альбом со своими прошедшими фотографиями и поездками. Тоже погрузиться в эти свои впечатления. То есть что-то планировать, мечтать, написать, возможно, список из 100 дел, которые бы ты хотел сделать в будущем. Однако, если вам не помогают подобные мира, стоит обратиться к специалисту и следить за своим психическим здоровьем. Елена Исинская, Илья Сидоренко, Служба новостей, Город. 2 октября научно-исследовательская судна «Витязь» отправилась на ремонт в город Светлый. Музей Мирового океана выложил видео ухода корабля. На видео показано начало буксировки «Витязя» на судоремонтный завод после ночевки у причала Калининградского морского торгового порта 2 октября. Судно должно вернуться на свое законное место не ранее декабря этого года. Ранее сообщалось, что общая стоимость ремонта составит 65 миллионов рублей. Музей Мирового океана получил финансирование по программе приграничного сотрудничества. Сезон ретро-автомобилей завершится в эту субботу. Перед историко-художественном музее выставят старинные машины и мотоциклы. Также гостей марафона ждет праздничный концерт. О других новостях в нашей рубрике «Короткой строкой». Партнер рубрики «Короткой строкой» – изысканные деликатесы на Комсомольской 49А. В Калининградской области пьющих в два раза меньше, чем по России в целом. Об этом заявила главный психиатр-нарколог области Галина Кульчицкая. По словам врача, ограничение времени продажи алкоголя повлияло на такой показатель. С начала 2019 года в Калининградской области 42 человека заболели после укуса клещей. По словам врачей, вакцинация все еще остается самым действенным способом защититься от вредителей. В ночь с 10 на 11 октября в Центральном районе возможны отключения электричества. Это связано с испытательными работами. На пляже Бразилии нашли бутылку с запиской от калининградских моряков. Письмо было написано около 30 лет назад. Автором письма является один из членов экипажа советского судна «Атлант». После распития в бутылку поместили письмо и отправили в море. Генеральный консул Финляндии Анна Ламила назвала Балтику одним из самых грязных морей в Европе. Об этом она заявила во время визитов к Ленинград. Также генконсул отметила, что в этом виноваты все страны, которые омывает Балтийское море. Партнер рубрики короткой строкой «Изысканные деликатесы» на Комсомольской 49А. Звезды на праздник бесплатно. Не так давно в социальных сетях стартовал новый флешмоб. Молодые люди пишут своим кумирам с просьбой выступить у них на свадьбе или сопроводить на важное мероприятие взамен на большое количество лайков и подписок. Калининград не стал исключением. Калининградка Алена Веницкая принимает участие в конкурсе красоты «Мисс Офис». Она прошла отборочный этап и сейчас ждет результатов интернет-голосования, которое решит, пройдет ли она финал. Помимо поддержки местных жителей, Алена решила попросить помощи у известного исполнителя Тимати. Она написала ему в Инстаграм, что хочет пройти финал и попросил разместить пост об интернет-голосовании. На что Тимати ответил. Что же вы заладили-то с этими просьбами? Давай так. Если пост наберется с креном переписки один миллион лайков, то я не только пост выложу, но и на финал с тобой поеду. Еще никто не смог набрать миллион лайков. Алена не ожидала такого ответа и очень сильно обрадовалась. Я, если честно, в шоке от всего происходящего. Посмотрим, что из этого получится, чем это все закончится. Онлайн-голосование за выход в финал конкурса «Красоты Мисс Офис» завершится 13 октября. Поэтому у Алены осталось совсем немного времени осуществить свою мечту. Смотрите во второй части нашего выпуска. Эрмитаж приехал в Калининград. В Калининградском автобусе кондуктор заставил школьника заплатить по полному тарифу, несмотря на наличие справки. Региональные власти выделили более 20 миллионов рублей для ликвидации городских свалок. Эти и другие новости смотрите сразу после небольшой рекламной паузы. Это служба новостей города и мы продолжаем. Полицейские задержали подозреваемого в ограблении таксиста. Мужчина оказался не только любителем игорных заведений, но и наркоманом. По версии следствия, ранее судимый 40-летний калининградец вместе с подругой катался на такси по городу. Когда сумма на счетчики превысила 1000 рублей, водитель остановил машину и попросил оплатить проезд. Пассажир отказался отдать деньги и начал угрожать водителю шприцем. Он потребовал мои денежные средства. После чего я, испугавшись, отдал ему денежные средства. Он просто скрылся снизить направление. Полицейские обратили внимание, что такси останавливалось у букмекерских контор и игровых залов. Обойдя несколько таких заведений, оперативники нашли того, кто угрожал водителю. Выяснилось, что похищенные деньги злоумышленник потратил на игры. Также у мужчины были обнаружены шприцы. Мужчина не успел избавиться от серьезных улик, нескольких шприцов, а также придумать, с какой целью носит их с собой в таком количестве. По решению суда подозреваемый арестован и помещен в СИЗО. В отношении него ведется следствие. В Калининграде посетитель клуба сломал челюсть охраннику заведения. Нарушитель скрылся, но был задержан полицией по горячим следам. Им оказался ранее судимый 28-летний местный житель. Теперь он может получить до трех лет тюрьмы. О других происшествиях области в нашей следующей рубрике. Житель Балтийска получил год и три месяца за кражу почти двух километров труб, строящегося водопровода на 9 миллионов рублей. Мужчина с другом сделали фальшивый договор о строительстве спортивных сооружений. Затем наняли бригаду, которая и распилила трубы. Помимо срока, теперь авантюрист должен Министерству обороны больше 8 миллионов рублей. В Светлогорске произошла авария с участием двух автомобилей. Водитель Мерседеса не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу Тойоте. Пострадавших нет. Только небольшие царапины на автомобиле. В Калининградском автобусе школьник оплатил билет и предоставил справку. Но кондуктор забрала 15 рублей и попросила доплатить еще 9 или выходить из автобуса. По ее словам, его документ был поддельный. Свои деньги школьник так и не увидел. Сотрудники МВД ищут подозреваемого в воровстве банковской карты в круглосуточном магазине на улице Театральной. Вскоре вор снял с нее деньги. Если вы узнали мужчину, просьба сообщить по телефонам, указанным на экране. Андрей Кропоткин, глава городского совета депутатов Калининграда, не смог сразу дать ответ на вопрос о его заработной плате. 9 октября после заседания городского совета чиновника спросили, насколько вырастет его оклад после недавней надбавки. Андрей Кропоткин начал считать зарплату по его прошлогодней декларации. За 2018 год он заработал около 2 миллионов рублей. Какие еще цифры фигурируют в сфере экономики и бизнеса, далее в нашей рубрике. На стройку школы на улице Артиллерийской придется привлекать еще субподрядчиков. Это требуется для того, чтобы объект успели сдать в срок. Здание должно быть готово уже к ноябрю 2020 года. 20 калининградских аграрных компаний приняли участие в выставке «Золотая осень» в Москве 9 октября. Предприятия представили свою продукцию – соки, сыры, рыбу, мясо, овощи. Она отражает основные приоритеты развития агропромышленной и рыбохозяйственной отраслей региона. Региональные власти выделили более 20 миллионов рублей для ликвидации городских свалок в 12 муниципалитетах. Заказчиком работ выступает региональное министерство природных ресурсов и экологии. Самая большая сумма – 4 миллиона 696 тысяч рублей – будет потрачена на ликвидацию свалки в Темкино. В 2020 году областные власти хотят увеличить финансирование бюджетников и госуправленцев на 7%. Такие изменения планируют внести из-за роста инфляции в 2020 году на 4,4%. Партнер рубрики «Бизнес новости ООО «Венера». Далее. Актуальный курс валют. Партнер рубрики «Курсы валют» – стоматологическая клиника «Диамет». Курсы валют на 10 октября. Доллар 65 рублей 9 копеек. Евро 71 рубль 45 копеек. Польские злоты 16 рублей 53 копейки. Партнер рубрики «Курсы валют» – стоматологическая клиника «Диамет». Картины из Эрмитажа привезли в Калининград. 10 октября в Музее изобразительных искусств откроется выставка «Дни Эрмитажа» в Калининграде. Редакции Первого городского канала удалось побывать там до открытия и узнать все подробности. Залы Эрмитажа надежные и мы не советуем кому-то пробовать нас на прочность. В Калининград приехала выставка из Эрмитажа, сконцентрированная на важнейшем событии начала 19 века. Два противоборствующих императора – Александр I с одной стороны и Наполеон Бонапар с другой. Именно в городе Тильзит, а ныне Советск, в 1807 году им пришлось подписать мирный договор. Именно так начинается экспозиция. Посетители музея смогут найти уникальные экспонаты того времени. Запечатлен вид плота через Неман, вид Тильзита, человеком, который принимал непосредственное участие в этой встрече. Обычно Эрмитаж предоставляет регионам небольшие коллекции, но это не тот случай. Здесь представлен целый комплекс произведений. Здесь около 60 произведений из коллекции Эрмитажа. Было дано право экспозиционерами дополнить эту экспозицию произведениями из нашей собственной коллекции и из частных коллекций. Многим экспонатам более двух веков. Поэтому процесс перевозки сотрудники Эрмитажа контролировали очень тщательно. Это идет колоссальная работа предварительной по изучению условий транспортировки. Если не подходят, экспонаты едут. Если нет, то выбирается какой-то другой вариант. Помимо этого, гостей ожидает выставка в виртуальной реальности залов Эрмитажа. Сейчас на экране мы видим оцифрованный наш зал. Это галерея истории древней живописи. С помощью вот этого шлема можно виртуально погрузиться в этот зал и перемещаться. Также в программу включен фильм, в котором известный актер Константин Хабенский пройдет с вами по коридорам Государственного Эрмитажа. Посмотреть выставку можно будет до 15 декабря. Однако площадка виртуальной реальности будет работать только первые три дня. Андрей Авдеев, Юрий Жуков, Служба новостей город. Один день голода делает вас моложе и очищает клетки организма. За такое открытие биолог получил Нобелевскую премию. Что еще можно узнать из социальных сетей в нашей следующей рубрике. Партнер рубрики «Социальные сети. Вербатория. Диагностика. Таланта». Этот пес явно удивлен котенку и очень пытается аккуратно с ним познакомиться. Кто-нибудь знает, как называется этот диагноз? Именно такой вопрос задал пользователь сети, выложивший фото памятника Порошенко. Оказалось, изначально это был памятник Владимиру Ленину. В доме этого кота отопление явно еще не дали, но даже при этом он выглядит вполне довольным. Нужно быть аккуратным, пытаясь разглядеть всю красоту девушки и не наступать на одни и те же грабли дважды. Партнер рубрики «Социальные сети. Вербатория. Диагностика. Таланта». Среда – это маленькая пятница. С этим утверждением согласна и калининградца. Что хорошего произошло в жизни горожан и гостей города, расскажем в нашей постоянной рубрике. Партнер рубрики «Хорошие новости. Компания «Бокс». Огромный выбор мебели по отличным ценам. Мы посетили город Калининград. Давно как бы планировали, но вот мечта сбылась. Вчера с Сашей играли на площадке с Катей. Муж ко мне приехал в гости из Германии. Вышло солнце, хорошая погода, отличная новость. Завтра зарплата будет. Поговорил с сестрой доюродной. Долго не разговаривал. Тут она позвонила. Вот приятное впечатление осталось. Вот сегодня прям с утра. Заряд такой хороший. Я здорова, мои дети здоровы. Все прекрасно. А мы в отпуске. Что еще может быть лучше? А мне сегодня день рождения. А внук приехал в гости. Эй, мама, чтобы не болела. Партнер рубрики «Хорошие новости» – компания «Бокс». Огромный выбор мебели по отличным ценам. Дождь, снег, град и солнце. Калининградцев не удивить переменчивостью погоды. Стоит ли завтра брать с собой зонтик или нужно надевать свитер потеплее? Узнаем из прогноза погоды. Партнер прогноза погоды – фирменный магазин обуви «Рикер». 10 октября в Калининграде днем плюс 11, небольшой дождь. Ночью плюс 10, небольшой дождь. В Гданьске днем плюс 12, небольшой дождь. Ночью плюс 10, небольшой дождь. В Вильнюсе днем плюс 9, небольшой дождь. Ночью плюс 7, небольшой дождь. В Москве днем плюс 8, небольшой дождь. Ночью плюс 7, небольшой дождь. Партнер прогноза погоды – фирменный магазин обуви «Рикер». Если вы стали свидетелем интересных событий, звоните к нам в студию по телефону 555-085. С вами была Мария Пушкарская. Увидимся в городе.